Построить дом, продать и заработать. Налоговая это не афиширует, но в каком случае можно не платить 13% со своего дохода? Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами сегодня буду я, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Перед тем, как начать, давайте авансом поставим лайк этому видео, подпишитесь на канал и обязательно поставьте колоточек, чтобы приходило напоминание о новом выпуске на канале. Поехали! У нас в стране все без исключения доходы облагаются налогом. Зарплата налог, купил-продал авто, если заработал, то будь добр, заплатив казну. То же самое с недвижимостью. Правда, если объекты недвижимости находятся в собственности до наступления минимального срока владения, если более него, то, конечно же, налог платить не нужно. И коль это видео о недвижимости, то минимальные сроки владения ее составляют 5 лет, по истечению которых можете продать ее и наварить хоть 10 миллионов. Налог платить не нужно. Итак, у меня есть друг, которому участок и ветхий дом достались давно, по наследству, и стояли-пустовали, пока в этом месте не начала образовываться инфраструктура. Нет, знакомый не претендовал на переезд в то место. Участок просто был заброшен и 20 лет назад стоил буквально копейки. И только сейчас на эти заброшенные участки начал появляться спрос. Конечно, можно продать участок, но можно еще и заработать, построив на нем дом и продать его. Так товарищ и поступил. Как вы знаете, можно построить дом, но не регистрировать, а продать его как участок, как будто бы без дома. Но тогда в ипотеку такую недвижимость никто не купит, да и рискованно покупать незарегистрированный дом. Попробуй еще потом поставь его на учет. Именно поэтому, если продавать дом, то лучше регистрировать его сразу. Но если это сделать, то возникает обязанность по уплате налога после продажи. И нужно ждать 5 лет, чтобы с дохода не платить налог. Но существует хорошее решение существенно уменьшить налог и не платить 13% не со всего дохода. Этот вариант не афишируется, но такое гарантированно возможно. Когда вы продаете объект недвижимости, то к нему прилагаются и участок, и какие-либо строения, имеющие кадастровый номер. В обычном договоре купли-продажи эти объекты не имеют ценности. Так как вы продаете дом, стандартная фраза по договору купли-продажи выглядит вот так. Для налоговой же важен только договор. И такая формулировка означает, что мы продали дом с участком и со всеми потрохами, которые имеются на участке. А что, разве они не имеют ценности, спросите вы? По факту мы имеем и участок, и старый дом, который находится в собственности более 5 лет. Но само собой разумеется по документам. Но эту, казалось бы, мелочь и нужно фиксировать в договоре вот такой фразой. Для примера, если продаются все объекты в совокупности за 5 миллионов рублей, то фраза должна выглядеть следующим образом. При этом цена жилого дома составляет, допустим, 2,5 миллиона рублей, цена земельного участка 2 миллиона рублей и цена какого-либо еще объекта 500 тысяч рублей. Мы разбиваем общую стоимость договора на цены всех объектов недвижимости. И в этом случае мы будем платить налог с дохода, который получаем лишь при продаже нового жилого дома. Цена продажи которого 2,5 миллиона рублей, а не 5. Как обычно, это указывается в договорах. И тут же у вас может возникнуть вопрос. Так может участок продать за 4,9, а новый дом всего лишь за 100 тысяч рублей? И такое возможно, только покупатель вряд ли с этим согласится. И с его стороны возможна независимая оценка, тогда так поступить не получится. Друзья, это законный вариант и 100% рабочий. Просто нужно заранее с юристами проработать этот момент и внести подобные изменения во все разделы договора купли-продажи. И заменить продажу жилого дома, расположенного на участке, на несколько продаваемых объектов недвижимости. Это сэкономит вам десятки, а то и сотни тысяч рублей. А для подготовки, составления, проверки проекта договора купли-продажи вы можете обратиться ко мне по контактам, указанным ниже в описании под видео. А на этом все. Спасибо за внимание.